Танкист, на Vodkit.ru всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Vodkit.ru. Каждая шестая игра бесплатна. Ребята, стартует золотая дыхаратка Маракаси. Теперь вы можете выиграть голду в каждом видео. Внимание, в каждом видео. Для этого всего лишь нужно поставить лайк, вот как сейчас я это делаю. Нужно подписаться на канал и нажать колокольчик, а также досмотреть это видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях свой игровой ник или лучше даже ID ВКонтакте. Ну то есть ссылку на ваш профиль ВКонтакте. На этом все, ребята, участвуйте. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что сейчас творится в рандоме. Дело в том, что я поиграл в первый вот день, как только вышел патч. Хотел стрим даже запилить, но потом просто передумал, ребят. Потому что такого пистица я давно не видел. Вот честно, такого рандома, который сейчас... Я не знаю, с чем это связано именно, но он просто сумасшедший. Я просто охренел из-за того, что происходит сейчас в рандоме. То ли мне так везет, то ли это все из-за этих новых ПТ-шек. Потому что сейчас полная жесть. Я вот играл, у меня было полкоманды этих ПТ-САУ. И у вавражской команды тоже полкоманды ПТ-САУ этих барсуков чертовых. Они просто охренели. Я понимаю, я сам начал, ну, понемножечку играть на этой ПТ-шке. Но просто невозможно. Потому что одни десятки кругом. То есть в бои восьмого уровня и девятого перестало меня кидать. Потому что все, видимо, решили затестить этих барсуков. В итоге в рандоме их нереальное количество. При этом игроки на них играют. Я не знаю, как будто это просто имба, которая не пробивается вообще никуда. Там по полю малиновки некоторые едут на барсуке. Некоторые там по воде едут. Другие рашут там еще где-нибудь. И ты смотришь на все это и думаешь, какого хрена происходит. И я, ребят, вам не советую играть в эти дни. Ну, конечно, это ваше дело, как хотите. Но я просто, ну, вах... Конечно, я не отрицаю, ребят, того, что барсук получился довольно любопытный ПТ-САУ. Ну, слабым назвать может только, я не знаю, какой-то слабый игрок. Потому что, действительно, эта машина с первых же часов начала показывать очень даже хорошие результаты. Не всем, конечно, везло. Некоторые не поняли эту машину. У некоторых были неудачные союзники, там, команды. Но тем, кому более-менее везло, те показывали неразные результаты по дамагу. Я посмотрел на вот реплейс, первый же день, учитывая, что патч там вышел где-то в 15 часов или около того. И первые же часы сразу же начали появляться хорошие бои с множеством дамагов. Вот в этом, например, бою дофигища дамага. Там уже полно боев по 10, 9, 11, 12 тысяч. И, похоже, эта ПТ-САУ будет и дальше бить все рекорды. И она, конечно, весьма любопытная. Я советую вам, ребята, играть на ней. Но сейчас, в данный момент, пока рандом не утихомирится, не устаканится, играть просто невозможно. Какая-то жесть творится, по крайней мере, у меня. Вы можете попробовать, посмотрите, там, поиграйте. Может быть, у вас все будет хорошо. Сами знаете, этот ВБР непредсказуемый. Но если у вас будут такие же неудачи, как у меня в первый день, если такой же безумный рандом, то тогда лучше, конечно, немножечко подождать нормального рандома, пока все утихомирится, пока на этих барсуках наиграются. Сейчас еще статистов дофигища на голде. Все стреляют по тебе голдой. Как только видят этого барсука, сразу же голду заряжают. И фугасы начинают по нему долбить со всех сторон. Арта фокусит его по-жесткому просто. Потому что многим медальки вот эти вот нужны, ну, там, за уничтожение танков всех наций. И барсук, так как он новый, все его фокусят, ну, и просто все хотят его убить. Почему-то не у всех получается далеко, потому что он все-таки крепкий орешек. Но все-таки пристальное внимание к этому барсуку со всех сторон. Да и вообще этих барсуков дофигища в рандоме. И в топ практически не попадаешь. Вот в данном бою игрок, ну, демонстрирует сверхрезультативность. Он просто прет на пролом уже. Тут интересный он способ, кстати, нашел. начал дамажить противника. То есть он ему сбил гуслю и фугасом начинает ему напихивать. Вот молодец какой хитрюга. Посмотрите на него. Классно придумал. Единственное, что у него столько фугасов тут. Я не знаю, он или специально столько возит, или случайно столько поставил. Но в любом случае в данном бою это сильно помогло. Так как он постоянно гуслил и дамажил этого барсука. Что, в принципе, помогло с ним разобраться. Так как он в укрытии был. Сложно, на самом деле, было с ним справиться. И что еще стоит уяснить, ребята. Это то, что 15 декабря именно будут акции новогодние. Новогодний там ангар, который нужно будет украшать. И будет максимум халявы именно 15 декабря. Сейчас, ну, вот на данный момент я снимаю это видео ночью 13 декабря. Так что, мне кажется, оптимальный геймплей будет именно 15 декабря. Там, конечно, будет тоже много всяких кадров в рандоме. Но хотя бы вся эта полная чушь понемножечку начинает стихать. Начнет стихать, вернее. И, наконец-таки, можно будет нормально поиграть. Я вот сейчас очень сомневаюсь, стоит ли там устраивать стрим в ближайшее время. Потому что у меня просто жесточайше горит от рандома. Вот чем хорош Барсук, так это тем, что он может неплохо действовать на таких вот коридорных картах. Которых игрет довольно-таки много. То есть, встать где-нибудь, спрятать свой НЛД, танковать и расстреливать врагов с помощью своего суперорудия ДПМного. Или, если уж не так все хорошо и попал на открытую карту, то для Барсука это тоже весьма отличный геймплей. Потому что он может стрелять издалека довольно точно. Он хорошо пробивает врагов. У него неплохая маскировка. И также у него, опять-таки, крепкое бронирование. И на расстоянии выцелить даже тот же НЛД не всегда просто. Так что на этих картах он чувствует себя хорошо. Так что это имба без уязвимых мест. Конечно, есть тут недостатки. Быстрые танки могут легко закрутить Барсука, сбить ему гуслю и разобрать его там в корму и борта. Да, зачастую у нас в рандоме, какие бои бывают, союзники, как раканы, едут танковать кормой. И все сдыхают, пока ты там ползешь на медленный ПТ-САУ. Когда ты уже приполз, ты остался один там, ну, может быть, вдвоем с союзником более-менее там, который играл хотя бы, а не сдыхал. И в итоге союзника убивают, и ты со своим Супер ДПМом идешь куда подальше, потому что тебя убивают. Беги, сука, беги! Но в любом случае, я доволен тем, что прокачал FV215B183 и Барсука, хоть у меня экипажа нормального нету, но как-нибудь выкручусь из этой сложной ситуации. И считаю, что смогу на этом Барсуке подамажить хорошо, там, средуху по аккаунту поднять дамага именно. И, ну, вообще, пофанится неплохо так, хотя не все бои на нем супер веселые и интересные, конечно же. Зависит от карты, зависит от союзников. Ребят, пишите в комментариях, что именно вы думаете по поводу этого патча, меня интересует ваше впечатление. Пишите в комментариях, понравился ли вам Барсук, понравилась ли вам новая карта, там, ну, вообще, в целом, патч, какие есть минусы в нем и плюсы. Наверное, большинство сейчас напишет, ну, патч, в принципе, нормальный, но играть я в него не буду. Но делать этого я, конечно же, не буду. Вот когда Барсуку дает вот так вот стрелять по врагам, совершенно безнаказанно, когда он стоит практически на вражеской базе и начинает накидывать противникам по КД, и его при этом мало кто трогает, ну, это жесточайшие условия для Барсука. Тогда он вцепляется в противника намертво и начинает разбирать всех на своем пути. Даже при немножечко понерфленном ДПМе все равно пушка адская, и Барсук способен выдавать колоссальный дамаг за крайне короткий промежуток времени. Вот в данном бою игрок уже 9 тысяч урона смог нанести, и это далеко не предел. Да, он медленный, да, у него там огромный НЛД картонный, но если все удачно складывается, то он способен делать рекорды. Я думаю, что это ПТ-САУ еще будет показывать нам суперкрутейшие бои. Пишите в комментариях, сколько вы думаете урона нанесет максимум Барсук в нынешнем патче 0.9.21. Ну то есть 12, ну 12 он уже нанес небольшой спойлер в этом бою, или там может быть 13, 14, 15 может быть, ну 15 вряд ли, но я думаю, что 13.5 вполне даже может Барсук вывести. Это Медовый Барсук, или Медоед. Глядите, как он бежит в замедлении, он довольно крутой. Смотрите, бегает по всей округе. Смотри, куда пряжешь, говорит птица. Он, схватил змею, а теперь гоняется за шакалом. Господи, эти Медоеды просто бешеные. Уже, ребята, почти 10 тысяч урона игрок сделал. И 7580 урона он заблокировал своей броней. То есть это какой-то новый век по ТСЛ. Кто-то может упомянуть там Е3, который тоже мог выдать огромный дамаг, конечно же. Но Е3, он все-таки чуть помедленнее. И также Е3, он помедленнее поворачивается. И у него пушка не такая ДПМная, хоть и альфа побольше. Бэджор же все-таки это просто рекордсмен. Ну, конечно, я немножечко, так скажем, сожалею тем, кто его не прокачал. Но еще можно прокачать. К тому же всю ветку отлично апнули. И у вас есть возможность там на Тортосе понагибать и на Т-15. Ну и вот уже почти бой, ребята, заканчивается. Не забывайте ставить лайк под видео. Спасибо то, что досматриваете до конца видео. Это очень важно и я вам благодарен. Также не забывайте писать свой комментарий. Пишите ID в конце от ВКонтакте и просто игровой ник. Некоторые ребята смогут выиграть в случайном порядке голду. И, конечно же, не расстраивайтесь, если вам не везет в этой игре. Все-таки это всего лишь игра по большому счету. Да и весьма рандомная. Рано или поздно попрет. И лучше переждать неудачные моменты в игре. Итак, давайте посмотрим результат данного сражения. Как я уже сказал, дамага тут просто дофигища. И это действительно так. И игрок смог подамажить по-царски. И посмотрим. Много медалек. Медаль пула. Дозорный даже есть. Стальная стена. 11 тысяч 322 урона. Да, я вас немножечко обманул. Сорян. Ну, не 12 тысяч урона. Я думал, 12 будет. Но 11 400 тоже весьма дофигища. И 8 тысяч урона игрок заблокировал броней. Я считаю, что для этой потасау это хороший результат, но далеко еще не самый крутой. То есть я считаю, что можно и более круче еще настрелять его в супер удачном бою. Итак, на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам всего наилучшего. С наступающим Новым Годом. До скорых встреч. Пока.